Здравствуйте, меня зовут Быков Костя, мне 10 лет, я живу в селе Гражданка. Я бы хотела задать вопрос, почему Иисус отдал за нас жизнь? Здравствуйте, Костя. Ты спросил, почему Иисус Христос отдал за нас жизнь? Дело в том, Костя, что Господь знал о том, что первые люди согрешат, и через них в мир войдет грех. А как, если он войдет, то нужно как-то этот грех убрать, вычистить. И тогда на Божественном Свете было решено, что упадет тот из лиц Христой Троицы, который отдаст цену за нас. И выбор пал на Бога Сына. И Господь Иисус Христос, уже воплотившись в Пречистое Деву Богородице, отдавал за нас жизнь. Почему Он отдал за нас жизнь? Первая и самая важная причина, по которой Он отдал жизнь, это Его Божественная Любовь. Господь возлюбил нас, и Он видел, что только этот путь ведет к тому, что люди вновь вернутся к Богу, вновь и будут с Богом. Ведь когда Адам пал во грехе, то между Богом и между человеком возникла огромная пропасть. Ее нужно было как-то преодолеть. Ведь человек без Бога не может. В человеке всегда есть некая дыра размером с Бога. И одни люди ищут Бога для того, чтобы покрыть, а другие начинают о чем-то забивать. Но Господь отдавал жизнь и за тех, и за других. По своей любви. Ведь когда человек любит, ему без разницы, кто перед тобой. Враг или друг. Человек или животное. Ангел или демон. Все это было абсолютно не так уж важно. И Господь Иисус Христос, когда пришло и время, пострадал за нас. Был заушен, оплеван, поруган. И в конце концов, Он умер. Но Он не просто умер, Он и воскрес. И тем самым Он дает обещание, что каждый человек, кто в Него верует, будет воскрешен. Но даже не просто каждый человек, кто в Него верит, а каждый человек будет воскрешен. Но одни пойдут в воскрешение сюда, другие пойдут в воскрешение радости. Да, подведем все-таки итог. Почему Иисус Христос отдал за нас жизнь? Он отдал для того, чтобы мы жили. Для того, чтобы мы радовались. Для того, чтобы мы имели вечное спасение. Для того, чтобы примирить нас с Богом. Ведь своей смертью, своим крестом, Господь положил проход на этой пропасти между Богом и между человеком. Ну, тут возникает один вопрос. Когда первые люди согрешили, почему Господь их не уничтожил? Почему не создал новых? Дело в том, что если представьте себе человек, который вдруг что-то сделал. Например, он написал какую-то красивую картину. Или сделал какую-то скульптуру. Не будет ли обливаться кровью его сердце, когда кто-то будет рушить скульптуру или вдруг раздирать картину? Конечно, да, ему будет обидно, ему будет больно. Даже если он сам будет принимать непосредственно участие в этом. А теперь представьте себе, Господь создал что-то настолько хорошее, что даже никто не сможет это создать. И представьте себе, вот наша рука. Сколько в ней мышц, сколько в ней сухожилий, сколько в ней костей. И все создано наиболее разумнее, чем создан какой-то робот. Или, например, вот я хочу себе почесать рукой за спиной. Как рука понимает, что я это хочу? Я же с ней не словами общаюсь. Или, например, как ноги понимают, что я хочу идти? Все было создано Богом. И, конечно, да, Господь мог уничтожить всех людей и создать новых, которые были бы в боли послушны Ему. Которые не пошли бы, как Адам Сева, грешить. Но что бы это были бы за люди? Это были бы роботы. Роботы, которые были бы запрограммированы на что-то определенное. А нужны ли такие люди Богу? Да, а ведь люди, они призваны к тому, чтобы стать Богом по благодати. Да, представьте себе, такой человек вдруг становится Богом. Что он может? Он не может ничего. Он не может не любить. Не может не переживать, не сочувствовать. Он абсолютно ничего не может. А тех людей, которых создал Бог Господь первоначально, они все это могли. Они все это постигли. И, схлебнув в горях через грехопадение, они поняли, чего они лишились. И всеми своими силами они хотели вновь быть с Богом. И вот, по своей божественной любви, Господь Иисус Христос снисходит с неба. И отдает за нас свою жизнь. Идите. Идите. Продолжение следует...